Здравствуйте, с вами Олег Лавгудвин. Мы продолжаем наш тренинг по иммунальной терапии. Сейчас разберем немножко терминологии. Вот я нарисовал две позиции скелета человека, без рук и без ног. Получается, вот эта часть находится в сагитальной плоскости. Сагитальная плоскость делит наше тело пополам налево и право. Вот эта фронтальная плоскость делит наше тело вперед-назад. Но есть еще горизонтальная плоскость, она нас сейчас пока не будет интересовать. Здесь, соответственно, в скелете есть естественные изгибы нашего тела, нашего позвоночного столба. Для чего? Для того, чтобы это была, ну, естественно, амортизация. В отличие от других млекопитающих, мы единственные, которые прямоходящие, физикально стоящие. У нас есть постоянно ударная нагрузка на межпозвоночные диски. Соответственно, постоянно идет компрессионное сжатие. У людей с проблемами это, на самом деле, серьезнее сказывается на организме. У кого там ест грыжа, там, например, прыгать нельзя, бегать долго нельзя, жесткого обуви и так далее. И они называются у нас... Вот это, по-моему, напишу. Получается, шейный, естественно, прогиб вперед. Это называется лордоз. Лордоз еще есть поясничный. А вот то, что прогибается назад, это кифоз. В кифоз включается также и сросшиеся кости таза, крестец. И, в принципе, черепом тоже, видите, закруглено назад. Это тоже относится к части кифоза. Если идет сгибание вперед, это называется флексия, распрямление назад, экстензия. Все приставки, ну, все приставки гипер, это чрезмерно много, гипер, это чрезмерно мало. Соответственно, это касается не только всего скелета целиком, но и какой-то его одной части сегмента, так и каждого позвонка в отдельности. Та же самая терминология. Если идет поворот, это называется ротация. Есть у позвонков еще такое понятие, как смещение. Соответственно, они сдвинулись вперед-назад, либо в бок, либо во фронтальной, либо в сегитальной плоскости. И сублюксация. Сублюксация – это подвывих. Подвывих – это не полностью смещение, а изменение положения относительно соседних позвонков, но без выхода из фасеточных суставов и боковых отростков. В шее сбоку находятся фасеточные суставы. Вот так чуть-чуть покажу. Где позвоночник? А, вот здесь покажу. Где позвонки сбоку садятся друг на друга. Вот здесь. Все процедуры, ну я коротко повторю, но в принципе это будем сейчас все на практике отрабатывать. Процедуры будут заключаться по следующей системе. Сначала мы работаем с телом человека, с мышцами в проблемной зоне. Согрев – это растирание, разминание, потом ударные техники – вибрация, постукивание, потряхивание, потом тракция, вытяжение, переводится на русский, потом траст – это хруст, ну там же мы будем ротацию, мобилизацию позвонков производить. То есть желательно после вот таких жестких манипуляций, особенно если это происходит в области шейно-воротниковой зоны, обязательно делать потом еще раз тракцию, еще раз вытяжение. Ну и если человек испытал стресс, или что-то он там дернулся, спазмировался, то его можно дополнительно эти места еще раз пройтись, растянуть. Есть разные методы, методы релизинга, растирания, покачивания. То есть просто успокаиваем клиента, чтобы он пришел в себя. По технике безопасности, в принципе, я вот вам распечатал здесь, поэтому подробно останавливаться не буду. Техника безопасности, соответственно, у людей бывает остеохондроз в сложно запущенной форме, где уже появились остеофиты. Как правило, это люди пожилого возраста, поэтому с ними мы работаем поаккуратнее, либо вообще не работаем. Нельзя сразу стараться за один сеанс все довести 100% до результата. То есть вы можете переборщить. Человек может быть не готов, его тело еще не раскачивано, еще настолько не свободно, не мобильно не ходит. То есть сначала мы несколько сеансов увеличиваем мобильность его позвонков, и потом на какой-то там сеанс, ну, все по-разному, у кого-то там на пятый сеанс, у кого-то на 25 сеанс получится, на 60-й может быть. Может уже произойти тракция, да, и позвонок станет на место. Ой, тракция. В общем, прежде всего, не старайтесь прямо делать со всей силы. Вот не получается, да, ну я хочу сделать, не получается, но я нажму. Это ваши меры безопасности и ответственность перед человеком, потому что, ну, никто не отмерял, не отмерял слова Гиппократа, да, не навреди, ну, прежде всего не должен навредить. Если уж что-то не идет, так, сразу говорите, лучше бежать в следующих раз приходи. С детьми делается все совсем легко и просто, у них позвоночек очень продвижный и гибкий, да, там буквально за один сеанс чик-чик-чик-чик-чик, и все восстанавливается. Если у человека проблема давнишняя, он с ним ходит уже там лет 10-20, да, то, соответственно, с ней сложнее работать, сеансов надо будет гораздо больше назначать человеку. Соответственно, остеофита, да, болезнь Бехтерева, болезнь Фуористея, когда уже идет кальцирование связок, кальцирование там суставов, да, с этими местами, с этими проблемами, ну, обычный человек, он знает, да, пациента в этом, либо вы его предупредите, обязательно предупреждайте, что будет то-то и то-то, такая-то работа произведена. Никогда не делайте неожиданно, да, для человека. Он может, ну, просто испугаться, спазмируется, может, дернуться, да, а может просто уйти от вас, ничего не сказав, ну, больше никогда не придет, и вас будет отрицательно рекомендовать всем, чтобы побольше никто не приходил. Так что это вот ваше мере безопасности. Более подробно сейчас мы разберем на тренинге, что конкретно мы будем делать. А, ну, соответственно, по поводу самих позвонков. Лордоз шейный, да, у нас там семь шейных позвонков. Два из них, самые верхние, они уникальны. Первый, атлант позвонок, он не имеет остистых отростков, идущих назад, не знаю, видно, там или нет. Но он как бы держит наш череп, как в чашечке такой, находится череп, как будто в ладонях. В поперечной отростке атланто-орцепитальное соотчленение стыкуются, вот, можете посмотреть, потом подойти сбоку с черепом, да. Также могут быть подвывихи, может быть у него ротация, либо в горизонтальной плоскости, либо во фронтальной плоскости. Второй позвонок, аксис, он тоже уникальный, он имеет зуб, на который, собственно говоря, одевается сверху атлант, и одевается, собственно, череп. Все остальные позвонки, они практически идентичны, одинаковы, все в остальных пяти позвонков все крепится одинаково. Самая проблема, чаще всего бывает, ну, грыжа, да, если будет прогрыжа, то процентов 80 случаев это грыжа именно в поясничном отделе. Особенно самый нижний позвонок H5, H1, сочинение, H1, ну, опять на все, договорил до конца. В общем, они называются, шейные позвонки маркируются C1, C7, грудные позвонки маркируются TH1, TH12, их 12, да, ну, иногда говорят D, D1, там, D2, D3, для упрощения. Здесь, лордоз, в поясничном отделе, это позвонки маркируются L1, L5, крестец, пять срочных позвонков, S1, S5, они практически относительно друга, не мобильны вообще. Ну, дальше идет копчик, копчика я уже не буду рисовать. Там разное количество позвонков бывает у людей от трех до пяти, до семи даже позвонков бывают в копчике. Мы его рассмотрим будем вообще отдельно. Соответственно, вот этот переход, видно там на камеру, да, самого нижнего позвонка самая большая проблема, потому что здесь, в отличие от всех других позвонков, диск межпозвоночный, он наклонен под углом вниз. У второго позвонка, ну, в смысле, они нумеруются все сверху вниз. То есть, получается, у L4, L5, также немножко назад, второе место по проблемам, да, L3, L4, третьими по проблемам, ну, тут уже реже бывает, L1, L2, и еще примерно процентов, там, 15 случаев, это грыжи в нижнем отделе шейного, в позвоночнике внизу надела шеи. Вот, ну, грыжа шморли, то есть, что такое грыжа? Грыжа это выпячивание, диски могут сместиться, позвонки могут сместиться, да, и смещают между собой зажатый диск, диск начинает выпячиваться, либо позвонки продавливаются так сильно, что он, да, может разорваться, выпячивание. Вот это выпячивание показано здесь, вот это здесь потом посмотрите, красным таким вот выдавленным силиконом, да, выпячивание может повлиять на позвоночник, на позвоночный нервный столб, ставливаются нервные корешки, радикулы называются, отсюда и слово радикулит пошло, это ИШАС получается, это защернив эти дальше нервы, ну, в общем, на все может повлиять, на внутренние органы может повлиять, на все это влияет. Смещение здесь, соответственно, влияет на артерии, которые вот сзади, видите, показаны красным, питают мозг, сзади и спинной артерии, они, проходя сквозь позвонок атлант, видите, там есть специальная щель, дырочка, они делают петлю такую, прежде чем зайти в мозг, если позвонок повернул, соответственно, либо справа, либо с двух, с обоих сторон, питание сильно ухудшается, артерия сдавлена, у человека возникают проблемы с головным мозгом, ну, там, бессонница, хреническая усталость и так далее, так что мы помогаем людям, лечим их достаточно просто и эффективно, позвонок атлант поставить очень несложно, сейчас какой-то бум прямо, вот все ставят атлант, какие-то такие аппараты приносят, там ударноволновые, стоят очень дорого, эта процедура, там, по 16 тысяч рублей, я не знаю, за что там, честно говоря, платить, когда все это делается, буквально, там, за 5-10 минут, и человеку сразу легче, он сразу вам благодарен, понимаете, я вообще другой такой профессии не знаю, где вот столько благодарности от людей, и возвращаются, и руки жмут, и по несколько раз возвращаются благодарности, там, в интернете пишут, так, что мы еще будем рассматривать, соответственно, будем давить так же на ребра, это все 12 грудных позвонков имеют ребра, то есть с каждой стороны по ребру, будем ставить тазовые кости на место, ноги, руки, и челюсть, челюсть тоже будем прогулять, вот, это все мы сейчас посмотрим подробно на нашем тренинге по монарной терапии, с вами был Олег Лавгудвин, если вы нас смотрите, то зря вы это делаете, лучше приходите на тренинг и получайте все, все навыки в свои руки, а сейчас можете поставить лайки и нажать на колокольчик. Так, вопрос в студию. Олег, чем отлич, расскажите, пожалуйста, чем отличается протрузия от крыжи межпозвоночной? Ну вот, смотрите, на самом деле, это очень похожие проблемы, вот, примерно, я написал позвоночник, извиняюсь, кривой получился, между позвонками находится позвоночный диск, да, кстати, вот, вообще не понимаю, вот, ассисты отростки там сзади идут, два позвонка соседних вместе с диском, называется сегмент. Позвоночный диск состоит из фиброзного кольца и пульпозного ядра. Да, пульпозное ядро, это такая жидкость, практически похожая на, типа, белок яйца, ну, погуще, конечно. А вот это кольцо, оно само, состоит из таких волокон, похоже на, тогда видим, металлический шланг для водопровода, да, такого сеточка, так вот все переплетается, он, на самом деле, плотный, и очень эластичный. Вот, когда диск начинает сдавливаться, он, естественно, расплющивается и выходит наружу. Назад, может, вблокнуть, вперед, ну, вперед обычно очень редко бывает, чаще назад, особенно, особенно, если поясничный, это дело, Вот это уже протрузия. Протрузия, это предвестник грыжи, то есть, если за ним не следить дальше, то будут развиваться грыжи, да, если он выдавливается еще больше, но там, как бы, идет деструктивно-дегенеративный процесс уже, подождите, еще не разрушается, еще он выдавливается еще больше, выпячивается назад. Выпячивание, это, как понимаете, как вот, пакет целлофана, вы пальцем продавили, да, если вы, как бы, не распрямляли, он же назад не вправится, да, он же растянутый, перерастянутые ткани, в принципе, за счет распрямления, за счет вытяжения постоянного, да, наших позвонков, оно может, дополнительное питание подходит, да, поскольку, это, ну, так скажем, тот же элемент, как связки, да, в них нету кровеносных сосудов, в них нет вообще никаких сосудов, поэтому он не может получать питание напрямую, да, из нашего организма, он питается так же, как и любой сустав, диффузно, процессом осмоса, из окрающих ткани, да, всасывая в себя вот эти вот флагу, там, воду, соответственно, постоянно тренируя сустав, постоянно его, мобильность у него должна быть, да, то есть, нельзя говоря, что движение – это жизнь, правильно, жизнь – это движение, то есть, мы должны быть, всем, всем телом должны быть подвижны, очень, есть даже специальный танец, гимнастикой для позвоночника, то он начинает напитываться, да, наполняется жидкостью и, соответственно, может, в принципе, в некоторых случаях бывает, когда он восстанавливается, да, но по поводу, вот, выпячивания, если он выпячивается, там, в шее, миллиметра на три, там, просто более тонкие позвонки, я вот так специально показал, что он тонкий, то это протрузия, если он уже прошел четвертый миллиметр, да, это уже считается грыжа, поясница, там позвонки потолще диаметром, да, и, соответственно, там до 5-6 миллиметров еще считается протрузия, потом уже грыжа, ну, грыжа, если она прямо вышла, да, ну, пусть это будет протрузия, а вот это будет грыжа, она может провиснуть, секвестрированная грыжа называется, провисать вниз, так вы уже обратно не справитесь, на такой, кстати, вот манипуляции производить, жесткие, тоже нельзя, это тоже техника безопасности, о чем я в прошлом видеоролике забыл упомянуть, соответственно, вот это вот, видите, такую грубую ткань, показал, у позвонков, да, это появляются остеофиты, нарост, они расширяются, и они начинают царапать, царапать окружающей ткани, это больно, царапать сам диск межпозвоночный, получается, организм страхуется, и он эту зону перекрывает мышцам со всех сторон, чтобы она, ну, как в корсете было, чтобы она была безопасна, а мы начинаем, что, а мы начинаем в Одессе, начинаем тянуть, дергать там, да, особенно резкие движения, только наоборот усилить собой, кроме того, если, тут уже передавлено спиной, не в ту сторону нарисовал, где-то отростки, спина-то, с этой стороны, где-то отростки, там идет спинно-мозговой канал, спинно-мозговой канал, соответственно, они переживают сам нерв, уже нерв начинает страдать, это вот уже грыжа, дальше грыжа может быть, ну, там, несколько стадней, дальше она может вообще иссохнуть, настолько спущено, что практическое восстановление не подлежит вот эта диска, и прорваться, тогда пульпозное ядро выходит, оно вытекает наружу, и, соответственно, во-первых, осколки, они царапают, то есть там еще больше обострения идет, потом само пульпозное ядро является токсическим веществом для всех окружающих тканей, и тогда тут вообще идет отек, прогревать это вообще нельзя, вот эту зону, лечить тоже нельзя, тут уже только операция, ну, соответственно, мы, монарные терапевты, называется консервативное лечение, да, ну, и доходим вот примерно до вот этой части, если отсюда сверху, да, применяя наши методы, да, если не получается, или если там есть уже показания, да, наверное, на тест, что там вот это все произошло, то тогда просто вот в этом месте не работаем. так, тут надо просто писать что-то, грыжа, то есть в пояснице, некоторые, знаете, сходят на МРТ и говорят, вот у вас там произошло 12 грыж, в грудном отделе, ну, это чушь, как могут быть на всем отделе 12 грыж, это они вот, ну, там какие-то вот выпуклости, да, вы начинают принимать, но это еще не грыжа, вообще никак с этим не связано, потом есть грыжа, еще бывает, это, шморли, слышали такое, да, это тогда вот тут нарисую, это когда входит в тело позвонка, диск внутрь, то есть позвонок разрушается изнутри, так, это секвестр, это уже разрушение, ну, все, ответил на вопрос, да? Да. Все, дорогие друзья, если у вас что-то интересует, спрашивайте, пишите комментарии, во всех социальных сетях в Академии Телесно-ориентированных практик, сокращенный Альфа ТОП, в Ютубе спрашивайте, Олег Лав Гудвин, Олег Олаф Гудвин вам на все ответит, до новых встреч, друзья. Дорогие друзья, вы на канале Академии Телесно-ориентированных практик, меня зовут Олег Олаф Гудвин, значит, возник вопрос, грыжа это проблема мышц, или, или в чем она возникает, да? Потому что вы говорите, что если оперировали, то она может вылезти в другом месте, в соседнем, в принципе, да, если не убраны вот эти вот спазмирующие мышцы, которые так корсет его сдавливают, а вообще, это именно проблема мышц, ну, бывает механическое, конечно, воздействие, когда там человеку грызовик ударился, да, но многие думают, что вот он поднял тяжесть какую-то там на даче, да, и у него вылезла грыжа сразу, это бывает, но это гораздо редкие случаи, процентов 80 грыжа появляется, вы не поверите, из-за стресса, человек где-то психанул, стрессанул, да, он про это уже и забыл, а мышцы-то остались сжаты, и он не ходит никуда, ни в баню, ни на турник, ни в бассейн, ни на массаж, у него эти спазмы остаются, они там сгустки крови, они там застаиваются, и через несколько лет они настолько сжимают, спрессовывают позвонки, что между ними мешает вылазить грыжа, что знаете, соответственно, да, если мы провели операцию, ну, не мы, если человек пошел на операцию, ему ее удалили, все вот эти вот разрывы там, подчистили, да, иногда, чтобы восстановить позвонки, ставят скобу, вот такую, с болтами, ну, с двух сторон, как правило, которые дополнительно растягивают позвоночник, позвонок, он становится немобильным, да, но зато он в правильном положении относительно друг друга, относительно костей находится, если все-таки эта грыжа не распалась, да, не разрушилась, то есть методы, когда иголкой, ну, со стороны спины, отсюда, прокалывают диск и под жидким азотом выпаривают там часть, пульпозно ведра, и тогда, ну, вакуума у нас не может быть в организме, да, соответственно, он начинает втягиваться, тогда все втягивается. Операция очень простая, ну, это там, как бы, 6-8 миллиметров, например. операция очень простая, длится буквально минуты 3, в принципе, может себе их каждый позволить, да, но при этом, если мы после операции не убрали вот эти спазмы, в этом же вопрос, то, соответственно, надо послать человека на массаж и на растяжение. Есть, так скажем, механические способы растягивания пузанков, это и такие столы, всевозможные, которые вибрируют, привязываются руки и ноги, человек растягивается, они имеют наклонную плоскость разную, под разными углам человека, вертят, крутят, это достаточно медленно, долго происходит, но также это такая консервативная помощь, тоже можно пользоваться. Ну, все, друзья, до новых встреч, подписывайтесь на наш канал, с вами был Олег Ларгутин и нажимайте на колокольчик.